В зале ведущие специалисты-нефрологи. Заседание ведёт Лариса Пономарёва, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению. Тема обсуждения – повышение качества оказания медицинской помощи людям, страдающим почечной недостаточностью. Проблема актуальна, говорят медики. Так, сейчас болезни почек признаются не менее опасными, чем сердечно-сосудистые. Официальной статистики этих заболеваний в России нет. Однако, по подсчётам специалистов, хронической болезнью почек страдают не менее 10% взрослого населения страны. А это около 14 миллионов человек. В настоящее время в мире по существу сложилась эпидемия хронической почки недостаточности. О том, как дела обстоят в Иркутской области, докладывает министр здравоохранения при Ангаре Гайдар Гайдаров. Статистика неутешительная. Людей с заболеваниями почек в нашем регионе на 18% больше, чем в других территориях Сибирского федерального округа. Что касается общероссийских показателей, то цифра ещё выше – 34%. Каждый год в области выявляют 50 больных. Иркутская область имеет сегодня почти 2000 человек с диагнозом хронической почечной недостаточность. Больше 650 пациентов сегодня нуждаются в различной заместительной почечной терапии и 30, которые нуждаются в трансплантации. Назвал министр и причины такого распространения заболеваний почек. Больше внимания необходимо уделять профилактике и выявлению болезни на ранней стадии. Как рассказал Гайдар Гайдаров, региональные власти сегодня этот вопрос держат на контроле. Так, по поручению губернатора Дмитрия Мезенцева в области открывают диализные центры. Скоро такие появятся в Братске, Саянске, на базе нескольких лечебных учреждений в Иркутске. В итоге в Приангарии будет около 160 мест для проведения диализа. Подводя итоги сегодняшнего совещания, специалисты отметили – подобные мероприятия прежде всего цены тем, что приносят конкретные результаты, которые впоследствии применимы на практике. Работы подобных совещаний важны тем, что они дают базу для принятия решений уже теми органами власти, я имею в виду уже теперь исполнительную власть, которая, собственно, распространяет наши финансовые потоки, ресурсы и организует всю эту работу. Как подчеркнула Лариса Пономарёва, учтут и все данные по Иркутской области. А значит, и на федеральном уровне будут приниматься решения, способствующие развитию нефрологической помощи в Приангарии. Вероника Тимошенко, Константин Синицын. Новости сейчас. Новости сейчас.